Здравствуйте! В сегодняшнем видео будет продолжение прошлого урока. Вспомните, мы рассматривали циклы в Arduino, цикл setup, цикл loop и вообще последовательность работы. В том длиннейшем уроке мы рассмотрели о переменных операторах и условиях. Сейчас мы сможем в этом уроке рассмотрим более подробнее, но постараюсь не так нам длинно, а точнее долго, объяснять и рассказывать материал. Нужно для примеров. Вы заметили, то в процессинге или в языке C есть такое понятие как переменные, и в эти переменные хранятся различные типы данных. Вот у нас есть типы данных, табличка, обозначение в программе, как пишется в языке, более это названия логические, и применяемые значения в процессоре, то есть пишется true или false, 1 или 0, и занимает это всего 1 байт размер в памяти. Чар это символный, минус 128 или плюс 128, то есть знаковый 1 байт. Также буты, короткая беззнаковая целая, 0,255, то есть отрицательного значения оно не имеет, и 1 байт занимает в памяти. Инт целое число, минус 32762 или же 32767, занимает в памяти 2 байта. И лонг, длинное целое число, минус очень много цифр, и плюс очень много цифр, 4 байта занимает в памяти. Флот это число с плавающей запятой, минус 3,4, умноженное на 10 в 34 степени, или положительное 3,4, умноженное на 10 в 38 степени, занимает тоже 4 байта. Так всё-таки в какой же памяти занимает вот эти все переменные, резервирует своё место? В памяти вот этого вот микроконтроллера. Я сейчас перейду на компьютер и покажу примеры скетчей, какие интересные сделал. В этих скетчах мы будем применять чар, это символный тип памяти. То есть, в этих контроллерах всё очень даже организовано внутри. И там есть свои ячейки памяти, в которых выделяется место под то, что вы хотите сохранить. То есть, если вы чар пишете, то компилятор подразумевает, что контроллеру нужно вам выделить 1 байт в его памяти для хранения какого-то числа. Или же long int, то есть, там нужно 4 байта для хранения каких-то больших цифр. Немного о переменах. Перемены имеют свойство переполняться. То есть, если вы сохраните здесь в boot, то есть, допустим, от 0 до 255 значения, то ничего страшного. Но если вы сохраните здесь, допустим, 258, то произойдёт беда. Она переполнится, и у вас будет вместо 258 0. То есть, компьютер зависнет. Либо программа остановится. Или же, ну тогда, понятное дело, вы думаете тогда, что как программист вам нужно хранить теперь int, целое число переменной. То есть, вы резервируете себе уже 2 байта. Но случается такое, особенно, когда вы отчитываете время, интервалы времени в миллисекундах, то и это дело может переполняться через какое-то время. И у вас происходит зависание контроллера. Тогда вы берёте, резервируете лонг, целое длинное число. Ну, хорошо, проходит 3-4 дня, и у вас всё равно зависает контроллер. Ну, там можно придумывать таймеры обнуления этих переменных, ну, защиту делать. Ну, это уже потом в дальнейших уроках. Флот, вещественная. Ну, тут уже, конечно, посерьёзнее. Но всё равно, где-то через 50 дней, допустим, если переменную милис там хранить от включения, то через 50 дней где-то у вас произойдёт такое же самое классическое зависание, если вы не сохраните. Точнее, не сделаете защиты от переполнения. Об этом дальше. Если вы вспомните вчерашний, точнее, прошлый урок, то там оператор if был и else присутствовали. Имеют они в блоковой схеме, как это раньше рисовали все программисты или инженера. Когда условие выполняется, то есть блоковая схема это условие, помните, в скобочках я писал if, там-то, то-то, в скобочках условие. Тогда выполняется, да, команда 1, нет, команда 2. И помним, что это всё крутится по циклу. Взглянем на примеры, которые я приготовил кода. То есть, символьным переменным. Смотрите, char это символьная переменная. Объявляется она вот так, char, как пишется в той табличке. Мы её назвали char1. Да хоть картошкой, хоть чебурашкой, в зависимости, как вам удобнее, так вы можете её называть. Выражение заканчивается точкой запятой. Потом, что мы сейчас сделаем? Мы в контроллер Arduino Nano зашьём программку, которая будет общаться через серийный порт, то есть через USB. Выставим скорость 115200, чтобы у двух программ, которые я тут написал для этого урока, вот она первая программа, точнее вот эта первая, это у нас вторая. Но будем по порядку. Первая простая, а вторая программа тоже позволяет отдавать команды плате Arduino через серийный монитор. Давайте так сказать с этим разберёмся. Выставили установку контроллеру, скорость порта. Теперь, что тут написано. Если serial available, ну как-то так, available, то есть если из серийного порта что-то пришло, и оно больше нуля, математическим языком это говорится, шар 1, шарик 1, равно serial.read, переменную serial1, которая вот она сверху, мы сохраняем то, что мы прочитали с этого порта. И одновременно serial.println, даём команду библиотеки serial, ну контроллер печатает побуквенно в строчку то, что сохранил в этой переменной. То есть, что это нам даёт? В следующем примере я покажу. То есть, даёт возможность вот такой вот серийный монитор. То есть, команда отчитывается, что у неё в данный момент хранится в памяти. Сейчас мы это загрузим и посмотрим. Так, загружаем. Ну я в инструментах ничего не менял. Компятый, Ардуино нано и бутлодер старой загрузки. Сейчас посмотрим, что нам придёт и что это нам даст. То есть, в данный момент нам не надо смотреть на плату Ардуино. То есть, мигание будет только RX-TX перемигиваться довольно-таки очень быстро, поэтому я не буду это вмонтировать. А вот со вторым примером, который здесь, я уже вмонтирую. Будет интересно. Второй пример позволит менять частоту мигания светодиода с помощью вот этого серийного монитора. Сейчас мы его откроем. Бывает, такой висит. И, в общем, пишем ему только английскими, потому что у меня нет библиотеки на русском для Ардуино. Привет. Слово привет. И что он нам сейчас пришлёт? То есть, мы сейчас слово отправить. Нажимаем отправить. Вот он нам и присылает. Сейчас заново. Ардуино. Привет. Ардуино. Ардуино, наверное, букву а не написал. Привет. Привет. Почему он печатает с каждой строки? Потому что здесь знак конкантинации, как-то так, да, поисепрально назвал, стоит. LN. Если мы его, допустим, в коде уберём, просто print и загрузим, то плата нам будет так же самая, не побуквенно, в одну строку всё присылать, как и присылала. В данный момент на плате мигает только зелёный светодиод. То есть, плата замкнута сама в себе. То есть, контроллер работает с компьютером. Так, загрузка произошла. Привет. Привет. Ардуино. Отправить. Привет, Ардуино. Отправить. То есть, если будете вникать в библиотеку Serial, то вы можете разобраться более подробнее с каждой из команд. Вот сетап мы настраиваем скорость, а здесь уже Serial доступно, Serial чтение, сохранение в памяти, Serial print. Ну, также есть много других. Но самая интересная программка, это которая вот. Что она нам даёт? Мы создаём числовую перемену Intimepic, перемена для хранения времени свечения светодиода. Назначение этого всего скетча, кода интересного, заставить, научить плату Ардуино мигать с разными интервалами в зависимости от того, какие знаки, цифры мы послали ей через серийный монитор. То есть, вы можете плату Ардуино научить какие-то выполнять действия в зависимости от того, какие вы символы отослали. Давайте посмотрим на блок схему, как это делалось раньше в старину, как говорится. Так, немножко так побольше сделают. Цикл, конечно, программы немножко больше. Но реальные программы, которые работают в больших промышленных контролях и так далее, они намного серьёзнее. Посмотрим на программу, которую мы хотим воплотить в этой Ардуинке. И она будет менять. Так, тут ещё старый скетч залит. Она никак не мигает, кроме как только светодиод. В общем, смотрите, что будет происходить. Начало. Имеется данное. Нет, не имеется данное. Выполняет по умолчанию мигание. С тем интервалом, который задан по умолчанию. Если имеются данные, да, считывается символ, сохраняется в чар переменную 1. Чар 1 равно 1. То есть мы послали 1. Да, мы послали 1. Тогда секунду интервал. 1000 миллисекунд. И, соответственно, от этого выполняется вот такой вот засветить светодиод. Ожидание. Выключить. Ожидание. И по циклу крутим обратно. Чар равняется единице? Нет? Нет. Чар равняется 2? Да. Тогда мы выставляем... Ну, тут я 5 секунд выставил. Можно 2 секунды. Тут все зависит от того, как вы поставите. И тогда вот это тиме пик перемены. Такие интервалы задаются. Засветить светодиод. Ждем 5 секунд. Выключить светодиод. Ожидаем 5 секунд. И снова по кругу. Если пришло 3, допустим, то мы выполняем какие-то там, допустим, другие значения. Понимаете, вот это вот условие ветвления, цикла светвления, можно продолжать до бесконечности. Но лучше, конечно, для этих нюансов использовать оператор не if и else, а другие. Но сейчас мы о таком операторе говорим. Сейчас вернемся к коду. Я разберу код и покажу уже, конечно, пример готового рабочего проекта. То есть, каждый скетч это свой проект. Видите, имеет свою сложную схему реализации. И чем сложнее задача, тем больше ветвление и тем изощреннее код. Так, с блок-схемой мы разобрались, посмотрели ее. Теперь посмотрим коротко, не спеша, про то, как это все реализовалось в коде в виде текстового кода C++. Создается переменная числового типа Integer, Timmy, Pic. Можно, как в прошлом примере говорил, назвать как угодно. Главное, чтобы вам было понятно, для чего она нужна. Обязательно всегда комментируйте. Void Setup, Serial Begin, устанавливаем скорость передачи данных. Pin Mode 13 Output, 13 выход Output, конфигурируем выходом. Timmy Pic, задаем значение по умолчанию для интервала 200 миллисекунд. Теперь, что у нас в цикле Loop. Char, символьная переменная, char1. Храним символы в этой шкатулке. То есть, это такая как бы мини-шкатулка. На контроллере, проще говоря, мы резервируем область памяти в 1 байт. Или в 2, по-моему, в 2. Так, if... Что происходит? Первый цикл ветвления, if, оператор if, и тут в скобочках условия его. Serial Available. Ну, я, конечно, не совсем могу правильно это всё английски произнести. В общем, если serial доступно, что-то пришло больше нуля, тогда начинается ветвление. Char, сохраняем в переменную char1, которую заранее создали. То, что пришло нам по серийному монитору. Потом, снова ветвление. Если пришло char, то есть, переменная сравнивается, два знака равно, единицы, то есть, вот этих вот скобочках одинаковых, ну, одна запятая, либо двойная запятая, в этих скобочках символьная переменная. То есть, символы, символьное значение. Можно даже на определённые слова, но это слишком много памяти, допустим, не на цифры, а на слова какие-то английские команды, научить работать плату Ардуино. Но это, во-первых, более делает ёмким код для памяти контроллера. Так, проще цифры. Если единица пришла, то TME PIC равно 1000 миллисекунд. То есть, выставляем задержку мигания в одну секунду. Потом, помните в первом примере, где я говорил, что... Где я говорил, так, скрыл... Что серийный монитор можно использовать как отчёт платы о том, что она приняла, что она передала. Вот оно и происходит. Что с SerialPrintLN отсылаем то, что мы отослали. Возвращаем то, что пришло. Для того, чтобы нам как-то... Так сказать, знать, что пришло. Можно, конечно, сейчас поменять не на это, а копировать не чар 1, то, что отослали. Я уже мысль пришла. А немножко сделать... То время, которое она теперь поменяла. Ну, слово непонятное можно заменить. То есть, она может ответить и словами обратно. Ну, мы просто поставим переменную во времени. А дальше... То есть, ветвление. То есть... А дальше вот здесь, видите, обыкновенные операторы. То есть, команды. DigitalWrite. То есть, установить цифровой... Записать в цифровую PIN 13 состояние 1. Зажечь светодиод, короче. Делай задержка TeamEpic. То есть, на... Время, которое у нас выставляется, в зависимости от того, что мы послали в серийный монитор. Потом DigitalWrite 0 погасить. И потом Делай на задержку, которая выставляется, в зависимости от того, что пришло по серийному монитору. Что сейчас будем делать? Отсылаем. И смотрим. Смотрим, что происходит. То есть, ветвление может быть разнообразное. Если вы заметили последовательность if, if, потом снова if, if, потом else, if. Обратите внимание на эти все. Можно просто else, это без условия. Но если вы просто поставите здесь else, то оно будет выполняться постоянно, что здесь в скобочках. А то только тогда, когда выполняется вот это условие. Ну, так как вот эти все процессы очень быстрые, поэтому не будет видно, когда же они выполняются. Ладно, не буду грузить это все ерундой. То есть, если помните, который показывал блок-схему, нарисованную от карандаша и ручки, она более громоздкая, но она понятная. А вот такое представление кодом, более короткое, конечно, но оно не совсем понятно, особенно для того, кто только начинает. Но я надеюсь, следующие примеры вам помогут освоиться в этом. Так, открываем ком 5. и отсылаем команды. То есть, сама Ардуино сейчас просто по умолчанию. В данный момент мы видим, что после загрузки скетча Ардуино, как мигало, ну, по умолчанию мигает 200 миллисекунд периода. Теперь начинаем ей отсылать команды. отсылаем единицу. Секунда пошла, периодичность. В данный момент мы видим, что после загрузки скетча Ардуино, как мигало, ну, по умолчанию мигает 200 миллисекунд периода. Теперь начинаем ей отсылать команды. Отсылаем единицу. Секунда пошла, периодичность. Отсылаем ей двойку. 5 секунд должного. Отсылаем ей двойку. 5 секунд должного. И отсылаем ей тройку. И тройку. Все, видно, что скетч выполняется, но кое-где, кое-какой задержка, потому что, когда идет пауза, давай, контроллер ничего не выполняет. Поэтому он в любом случае отмигает то, что ему было задано, а потом промежуток между паузами проверить, что же там пришло ему на серийный монитор буфера и обмена. Снова выставим на секунду. Ну что, в данном уроке мы разобрались, разобрались, как так сказать, со сложными ветвлениями оператором ИВ и начали, так сказать, с переменными разбираться. На самом деле, перемены это такой довольно-таки серьезный материал, но я думаю, все нужно учить на примерах и по ходу. Так что, не буду больше затягивать видео дальше. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч. Я надеюсь, следующие материалы будут уже поинтереснее. Также через серийный монитор будут будем такая у меня задумка использовать операторы кейсы свитч и выбирать выбирать, так сказать, мигание светодиодов и интервал. Ну, посмотрим. Вплотную подбираемся к RGB светодиодной лампе ночничку какому-нибудь на Arduino. Я надеюсь, вам понравится. До скорого. Всего хорошего.